Всем привет! Я Марина Васад и сегодня я ваш персональный эльф. Я буду рассказывать и показывать вам идеи подарков и в частности то, что я буду дарить своим друзьям. Они все были предупреждены, никто из них не смотрит это видео, я всем доверяю. Вот такие мы друзья. И я хотела изначально разделить на мальчиков и девочек, но потом решила, что нет смысла, потому что очень часто категории смешиваются и с мальчиками, и с девочками, поэтому я просто буду вам говорить про категории, наверное, и говорить, когда это подходит к какому полу, когда это подходит обоим. У меня для вас два купон-кода на два магазина, о которых я расскажу позже, так что давайте начнем. Начну я с подарочных сертификатов. С возрастом я стала больше ценить подарочные сертификаты, именно потому что я больше всего не люблю, когда подарки дарят ради подарков, когда дарят что-то, не думая при этом про человека и что ему может понравиться. Человек может подарить то, что ему нравится или то, что ему кажется человеку подойдет. И очень часто это просто не используется или передаривается. И чтобы этого не было, если вы, скажем, не на 100% уверены, что подарить человеку, я бы обратилась к сертификатам. В частности, сертификат, который я буду дарить своей очень близкой подруге, это сертификат на массаж. Я купила массаж на 77 минут, потому что я сказала просто, ну вот максимально универсальный, не самый долгий, потому что вот конкретно с этим человеком я не уверена, сможет ли она полтора часа отсидеть. То есть это не полный полтора часа, но и не час, то есть такое что-то между. Но если вы, скажем, точно знаете, что этот человек хочет пойти на какой-нибудь подтягивающий массаж или какое-нибудь обертывание, опять же, вы можете конкретно этот сертификат покупать. Или наверняка можно просто сумму сразу, вот вам 5 тысяч, 3 тысячи, сколько угодно денег положите на карту и подарите человеку. Мне просто сразу захотелось именно конкретный сертификат на конкретный массаж, но я бы ни за что не подарила это вот так вот, в каком виде оно пришло. Потому что у меня есть очень крутой конверт. Это конверт из подписных изданий, он стоит 60 рублей, на нем написано Happy New Money, поэтому это я убираю сюда. Запечатывать пока что не буду, потому что здесь еще есть наклейка, которую ты именно запечатываешь. Потому что я бы хотела еще добавить туда причину, почему я подарила ей именно этот подарок. По-моему, в предыдущих видео говорила про то, что я очень часто дарю вместе с подарком, особенно если это какой-то большой подарок, состоит из многих всяких частей. Я люблю дарить список или инструкцию, что сначала открывать, как этим пользоваться. Так что сюда я бы тоже просто написала, что ты очень много работаешь, тебе нужно отдыхать, пожалуйста, сходи на массаж. Что-то в этом роде. И подарочный сертификат это действительно самый, мне кажется, универсальный подарок во всех смыслах, включая, разумеется, пол. Например, H&M, Zara, Oysha. Это такие магазины, в которых есть базовые вещи, но также есть что-то, что они могут увидеть и подумать, что они бы никогда это сами не купили, просто потому что это, скажем, стоило бы дорого. Даже если это не стоило дорого, просто это не то, на что бы они обычно потратили свои деньги, но так у них есть вот эта подарочная карта. Так что смотрите, в какой магазин ходит ваш человек, чаще всего, куда он давно хотел сходить. И не бойтесь спрашивать людей, чего они хотят, потому что я лично, вот на днях был день рождения у моей лучшей подруги, я просто сказала, Соня, пожалуйста, скажи мне, что ты хочешь, я уверена, у тебя есть список. У нее был список, у нее был список, она мне пришла скриншот этого списка, и там было все конкретно, вот конкретно бренд, конкретный продукт, или там она хотела, она, кстати, сама тоже массаж хотела, или она хотела курсы шитья. То есть у нее был конкретный список, и ты точно знаешь, что ты даришь то, чем она будет пользоваться, то, что ей достает удовольствие. Так что, если вы не уверены на 100%, берите более общий сертификат, как вот, например, в H&M. Если вы знаете более конкретно, то вот сертификат, скажем, на массаж. Массаж это вообще, мне кажется, такой универсальный подарок. Или, скажем, салон красоты, если ваш человек ходит в конкретный салон красоты, или просто каждую неделю, или, кажется, две недели он тратит свои деньги на маникюр, педикюр, просто подарите подарочный сертификат в этот салон красоты, или в любой другой салон красоты. Просто это точно будет использовано, это будет приятно, это будет полезно. Я за полезный подарок. Также в степи подарочных сертификатов вы можете подарить открытый билет в кино. Мираж-санима точно так делает, вы покупаете билет, он с открытой датой, на любой фильм, и вы дарите человеку, и он сам уже выбирает, когда, куда и на что. Прекрасный, по-моему, подарок, если ваш человек любит ходить в кино и любит, в принципе, кино. Книги. Также я уверена, что вы можете подарить сертификат, те же самые подписные издания или тот же самый буква Е. Я уверена, что у каждого из вас есть человек, который обожает книги, который питается книгами, и это самое сложное, что только можно вообще придумать, это найти человеку книгу, потому что тут просто слишком большой риск того, что он это уже читал. Билет на концерт, билет на поезд, билет на самолет, все это также дико крутые подарки, тут уже нужно смотреть именно в пределах своего бюджета. Но теперь давайте перейдем к более конкретным подаркам, в частности, книгам, потому что я окружена сейчас книгами. И говоря о книгах, у меня есть конкретный магазин, в котором я лично сама покупаю книги ежегодно уже, мне кажется, больше пяти-шестилей, собственно, как только они открылись. Это подписные издания. И тут как раз даже с таким человеком, как Ульяна, я всегда угадываю, всегда нахожу то, чего она не видела даже и тем более не читала. Пожалуй, моя самая любимая секция в подписных изданиях — это кино. На втором месте путешествия. Но кино я обожаю. Там есть книги на английском, на русском. И это книги, которые интересно читать. Первая моя — это для меня, это мой подарок мне, это Альфред Хичко. Это его биография, но биография немного сдвинутая, скажем, фокус немного сдвинутся, более очевидный и общеизвестный, на вот другую сторону его жизни и работы, поэтому мне не терпится это прочитать. Также книга, которую мне не терпится прочитать, про Вуди Алина. Это два режиссера, которые глубоко в сердце у меня с детства сидят. Это Вуди Алин, Film by Film. И вот такие книги я обожаю больше всего. Это буквально фильм за фильмом описывается. И что я делаю с подобными книгами? Я сначала читаю информацию про фильм, который я не смотрела. Если я этот фильм уже посмотрела, скажем, полночь в Париже, я просто буду читать с удовольствием, потому что я уже смотрела этот фильм. Если это, скажем, тот же самый Irrational Man, я сначала прочту, что написано в этой книге про этот фильм, посмотрю фильм, и после просмотра фильма я вернусь к именно написанному материалу, чтобы снова его, так скажем, закрепить. Вот таким приятным образом пополнилась моя киноколлекция книжная, и это то, что я буду читать этой зимой. Но у меня также есть еще одна кинокнижка, которую я прям отрываю от сердца, я бы очень хотела ее себе оставить. Думаю, я ее так аккуратненько просмотрю, но она пойдет в подарок. Одному близкому человеку, который тоже без ума от кино, и это называется «Мировой кинематограф в инфографике». Эта книга мне очень напомнила игру, где ты угадываешь гонорар и угадываешь год, по-моему. Кстати, идеальная просто комбо — это книга и эта игра. Просто так свяжите и подарите человеку, кто любит кино, кто без ума от кино, кто хочет играть, кто хочет читать про кино вот в таком формате. «Самые высокие звезды Голливуда», «Тописцы, как создается фильм», «Пропустившие последнюю премьеру», «Внешние границы Кевина Бейкона». В общем, я обязательно хочу... Не знаю, я, наверное, подарю этому человеку и попрошу его потом дать мне почитать, потому что это очень-очень крутой подарок. И опять же, вместе с игрой сделайте такое комбо. Она продается в Москве, я точно видела, в республике. У нас наверняка какие-то аналогичные магазины есть. В общем, это очень-очень крутой подарок. Кстати, когда я была последний раз в подписных изданиях, я в сторис сделала эту фотографию, что у них была книга, по-моему, то ли 100 лучших фильмов, то ли 50 лучших фильмов 20 века. Я так хотела себя взять, но я понимала то, что у меня уже есть две аналогичные книги, поэтому, если вы хотите их, пожалуйста, вот идите в подписные издания, там они просто разбираются сразу, они не лежат на полках вообще. И, может быть, там уже не будет, потому что они разбираются просто как пирожки, потому что это очень, ну, такие редкие книги, которые ты редко видишь именно в наших магазинах, да, в принципе, магазинах. Также у меня есть несколько книг для дизайнера в моей жизни. Если я не ошибаюсь, вот эта серия, ее может не быть. По-моему, вот эти книги либо в одном экземпляре еще остались, либо их уже нет. Книги называются 500 Tricks. Это освещение, это цвет. Также там, по-моему, есть еще аксессуары для именно оформления, для декора. И тот, человек, которому я это подарю, она как раз этим занимается, она этому учится, она каждый день с этим сталкивается, поэтому ей это просто будет полезно и очень интересно. Она сама постоянно ищет какие-нибудь классные книги по интерьеру. И следующий подарок также ей будет 10 принципов хорошего интерьера. Эта книга, то есть, лично я, мне бы такая книга ничего... Ну вот, я бы ее посмотрела, сказала бы, но она не будет для меня, скажем, полезна настолько, как тому человеку, которому я дарю, потому что тот человек именно связан с декором и с архитектурой. И у каждого, по-моему, есть друг дизайнера или друг архитектора. Поэтому там тоже есть отдельная прям секция по архитектуре, на которую я бы советовала вам взглянуть. Дальше у меня две книги для одного гурмана в моей жизни. И, собственно, к сожалению, боюсь, я своей картинкой к этому видео испортила ему сюрприз. Вряд ли он догадается, что это ему будет. Это Wine Foley и это Сыры. И это мне подсказали именно девочки в самых популярных изданиях, потому что я изначально пришла и своим попсовым сознанием потянулась к Джейми Оливеру, хотя, по-моему, как раз тот человек, которым я дарю, его Джейми Оливер, по-моему, не очень сильно вообще когда-либо интересовал. И мне сказали, что лучше вместо Джейми Оливера возьми книгу про Сыры. А к книге про Сыры возьми книгу про вино. И потом я тут же додумала в своей голове подарок. Вместе с этими книгами я подарю этому человеку и сыр, и вино. Книга Сыры, я ее просмотрела, она очень понятным языком написана. Здесь все виды сыра с картинкой и описанием. И тут также написано, с чем его лучше сочетать, в частности, с каким вином. И тут же прилагается книга про вино, про виды вина, про все, что ты чувствуешь, когда пьешь это вино, все вкусы. Я в вине ничего не понимаю, я вино практически не пью, но этому человеку это будет полезно и точно приятно. И опять же, я подарю, я думаю, несколько видов сыров к этому, каких-нибудь хороших сыров. И также вино. И красное, и белое, и розое пойдет сюда. Так что это еще один будет у меня отдельный подарок. Что касается человека в моей жизни, которого очень сложно удивить книгой и тем более художественной какой-то литературой, я никогда, честно говорю, Ульяне ничего, по-моему, художественного не дарила, потому что я знала, что, скорее всего, она это читала или слышала. Я думала ей подарить кавку «Америка», потому что это книга, которую я очень люблю. И несмотря на то, что я на 99% уверена, что она не читала эту книгу, есть вот этот 1%, который не уверен, который сомневается. Поэтому вот что пойдет такому человеку в моей жизни, где Уорхол. И, собственно, эта книга — это аналог «Где Уолли?» Нужно найти Уорхола. По-моему, это прекрасная книга. Каждый год я Ульяне дарю что-то абсолютно бесполезное. И напоследок у меня есть две книги, которые также пойдут одному человеку, который тоже пожирает книги, но я уверена, что она не читала и, возможно, даже не слышала про них. Первое — это «Путеводитель по англичанам». Этот человек также очень любит Англию и, в частности, англичан так же сильно, как я, поэтому, мне кажется, она оценит. И вторая книга — это то, что мне, кстати, посоветовали в самом конце, именно как подарок для девушек. Эта книга, маленькая книга Хюгге, Хюгге, по-моему, называется «Секрет датского счастья». И я бы сама, если честно, хотела тоже прочесть, потому что мне сказали, что это прям бестселлер, что именно девушки это берут и девушки это читают. Я знаю, что нельзя судить по книге по обложке, но просто посмотрите на эту обложку и на странице. Так что это также будет у меня отдельным подарком. Не самостоятельным, то есть я не люблю только книги дарить. Здесь только книги я дарю дизайнеру в своей жизни, потому что, ну, ей не нужны карандаши, не нужны чернила, я спрашивала. Вот, кстати, если у вас есть такие люди, которые рисуют, спросите, может быть, им нужны маркеры. Скажем, Кате Хатунцевой, я бы действительно спросила у нее, Катя, тебе нужны маркеры? Я бы именно тебе подарила какой-нибудь набор, точнее, не какой-нибудь набор, а конкретно маркеры или, может быть, цвета, которые у тебя заканчиваются. Вот, то есть я хочу быть максимально полезна своим друзьям. И это также не было бы отдельным подарком. И тут мы переходим к дополнению уже к подаркам. Например, конкретно этот подарок у меня дополнится чаем или горячим шоколадом. В частности, это, кстати, из Англии. Я привезла очень много чая из Англии, это мой чай, но я привезла очень много как раз для подарков. Я привезла кофе. И все это очень мило выглядит, и все это очень вкусно. Поэтому такой подарок для человека, который любит читать, любит англичан и любит чай, я бы дополнила именно каким-нибудь клевым чаем. И чтобы закончить с подписными изданиями, я также хотела вам две вещи еще показать. Первое — это их знаменитые черные блокноты с белой гелевой ручкой. Я сама такое веду. Я не думала, что я буду вести именно что-то, делать какие-то записи в черном блокноте с белой ручкой, но в один момент мне просто позвонили, и мне нужно было быстро записать телефон, и с тех пор я как-то там веду. Собственно, давайте я... О, я помню, как я здесь продумывала посты. Я не знаю, инстаграмеры, вы делаете такое? Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо, план хороший. Это точно писал не я. Мне кажется, это писал Паша. В общем, мне нравится, как оно пишется, как оно выглядит, и это для меня просто действительно стал блокнот, в котором я периодически делаю какие-то записи. И самое последнее, что я хотела вам показать, это бирки. Бирки на подарки. Я очень часто ограничиваюсь пакетом. Это пакет подписных изданий, но я часто покупаю пакеты именно просто крафтовые, без какой-либо надписи, именно по размеру подарка, и сверху прикрепляю бирку. То есть, таким образом, это все же упакованный подарок, но вы не приложили, по сути, никаких усилий. Вот, так что бирки эти тоже подписных можно купить, ровно как и конверт, и все книги, которые я показала. Следующие два магазина, про которые я хочу вам рассказать, они будут актуальны исключительно, если вы ищете подарок девушкам. Первое это Ож. Ож, я говорила уже о них неоднократно, то, что сейчас у меня на шее, и, кстати, на ухе зачем-то, несмотря на то, что у меня распущены волосы, и у меня мой замечательный эльфийский колпак. Но Ож, во-первых, я люблю именно эту компанию изнутри, я люблю девочек, которые создают эти украшения. Я их в первую очередь полюбила за их прекрасные чокеры, за их просто красивейшие чокеры, которые я ношу с удовольствием каждый день. Чем больше у меня их появляется, тем больше я понимаю, что любимого у меня больше просто нет. Также одна из моих любимых позиций у них, это их кафы, которые невероятной красотой переливаются, или их сережки. Также у меня есть вот эти новенькие, которые на мне были в видео с Настей. Именно сережки я люблю надевать, когда на меня вообще больше нет никаких аксессуаров, потому что они вроде бы и простые, но они все внимание берут на себя, поэтому я их не люблю смешивать с чем-то еще. Но чокеры я как раз люблю смешивать между собой. Я люблю вот этот чокер смешивать со всеми вот этими, на которых есть звездочки или сердечки. И у меня есть код для вас на скидку 15%, это Мари15, и он действует до конца года, поэтому как раз если вы хотели купить кому-то подарок, или купить подарок себе, о чем, кстати, тоже забывать не стоит, вот у вас есть код на 15% скидку, действует до 31 декабря. И еще один магазин, где у меня для вас есть 30% скидка на новинки, это МН30 на Names.ru, магазин, который, мне кажется, появляется чаще всего в моих видео, но там всегда, я всегда что-то нахожу, но, кстати, сегодня ничего особо я вам и не покажу, кроме, пожалуй, этого браслета, на котором написано Love, и он был, на удивление, недорогой, он выглядит намного дороже, чем он является, тоже ношу сейчас, не снимая практически. Там можно найти подарки абсолютно любой с новой категории, мои, наверное, советы это посмотреть там в раздел гаджеты, чехлы на iPad, чехлы на ноутбуке, собственно, сама я Черненко Настя сейчас ищу чехол на iPad, единственное, что у нее iPad, как мой компьютер по размеру, поэтому я сейчас в небольшом ступоре, потому что обычно чехлы на iPad, они вот, ну, как на стандартный iPad, так что, опять же, аксессуары для гаджетов, это очень полезная сейчас вещь, вещь, в прошлом году я точно говорила про зарядку, зарядное устройство, и это до сих пор, мне кажется, очень актуально, дарить вот эти сменные блоки зарядки, которые ты можешь с собой брать, если у вас есть доступ к вот этим чехлам, Moffy в Америке за 30 долларов, я его тогда купила, и, собственно, не снимая носила, это было очень удобно, и мне нравится, что ты заряжаешь одновременно и чехол, и телефон, то есть ты на ночь ставишь, и у тебя и телефон зарядился до 100%, и до 100% зарядилась еще зарядка, которая служит как защитный чехол при этом. Наушники всегда классный, тоже подарок, в прошлом году я получила на Рождество блокирующий шум наушники, и это просто спасение было в самолетах, и я помню мой шок, когда я впервые именно пробовала вот этот звукоизоляцию, шумоизоляцию, то есть будто никого нет в самолете, ты не слышишь детей, ты не слышишь вот этот гул, ты к нему привыкаешь в самолете, а когда у тебя он отключается, ты понимаешь, насколько шумно все это время было, поэтому наушники хорошие, также прекрасный подарок, и это все, что касается names, что касается ош и книг. Также вот у меня тут лежит пробочка Джо Малон, Джо Малон, вот конкретно просто Джо Малон, это то, что я дарила многие годы, что я люблю получать, и это то, что сейчас можно найти и в, разумеется, в Дети Фри, как обычно, в любых странах, в России это тоже можно найти, и можно просто какой-то свой подарок собрать, можно подарить свечку, если вы знаете, что конкретно человек любит, скажем, Red Roses аромат, или, скажем, вот это, это аромат Wild Strawberries and Parsley, очень свежий аромат, я, как вы говорила, по большей части ароматы все люблю, мне все нравятся, я люблю все носить, но ароматы это то, что, опять же, нужно быть очень аккуратным, нужно быть очень точным, если вы знаете, что этот человек любит этот аромат, и он хотел бы его получить снова, дарите конкретный аромат, то же самое было, как раз, опять же, у этой Сони моей, в ее вышлисте были конкретно духи, и конкретная форма этих духов, именно парфюм, что мне кажется, что касается ароматов, очень сложно попасть правильно, именно в тот аромат, который понравится человеку, поэтому лучше дарите, вот если, что касается Джо Малон, если вы не знаете аромат, то вот свечки, их божественные крема для тела, это, ну, этот аромат я обожаю, это называется Dark Amber and Ginger Lily, он такой более темный, более теплый, более тяжелый, то, чему я даю предпочтение именно зимой, но в любом случае, Джо Малон, это будет то, что очень приятно получить, мне кажется, любой девушке, женщине, ровно как и, пожалуй, Benefit наборы, Lexitan наборы, Clinique подарочные наборы, то есть это тоже, я бы не отказывалась от таких вещей, потому что наборы сейчас лучше и лучше становятся, и они уже сами по себе красиво оформлены, то есть тот же самый Джо Малон, они вам там все красиво оформят, красиво завяжут, и вы просто это сможете так открытку написать и подарить вот в таком виде, это будет очень приятно. И последний подарок, который я вам покажу, и это подарок конкретному человеку, моему брату, и это опять же можно на мальчиков и на девочек, но это конкретно для Бетербурга, потому что это еще один магазин, который я очень люблю, это Quip магазин английской обуви, про который я уже говорила, и конкретно эти ботинки. Я туда на днях пришла, и мы с Пашей были там, разумеется, он тоже это выбирал, то есть это не то, что я наобум, хотя я бы пришла, если честно, и выбрала именно эти же самые ботинки, потому что они просто роскошные. Камера, к сожалению, ничего не передается, никакой красоты, может быть дело в освещении, но она не передается, насколько красивы вообще эти ботинки. У меня у самой две пары обуви, получается, из этого магазина. Я предпочитаю более дорогую обувь, то есть я могу как угодно, в чем угодно быть одета. Что касается повседневной одежды, брюки, юбки, футболки, это может быть абсолютно любой ценой категории, это может быть просто за 200 рублей куплено, но обувь это то, на что я предпочитаю тратить больше денег, потому что цена и качество, здесь в данном случае идут рука об руку, то есть сложно купить что-то недорогое, но при этом очень хорошее, поэтому Квип, а если в Петербурге вам актуальна обувь для себя или для кого-то, я советую этот магазин, оно на низком 150 они находятся. Это был мой гид по подаркам, подарки, которые я буду дарить своим друзьям и близким, но я также хотела быстро пройтись по списку подарков, которые я бы ни за что не давала, ни за что не советовала бы давать, потому что это как раз идет вот в уже коробочку бессмысленных подарков, ненужных подарков и неперсонализированных подарков, скажем, бесчувственных подарков, которые просто ты явно, ну не вкладываешь в душу особо. Первое это шоколад. Шоколад бывает, конечно, разный, но я не люблю получать шоколад, я, тем более, как подарок, как отдельный подарок. И тут добавочка, я именно говорю про праздники, а не просто, знаете, сегодня понедельник, вот тебе шоколадка. Я именно говорю про Новый год, про дни рождения. Шоколад я не люблю. Во-первых, по большей части было столько раз, когда я, скажем, в школе давала какую-то шоколадку, не на праздник, а вот просто дарила шоколад. И у человека на диете, человеку нельзя шоколад. Называть ее у человека, может быть, действительно непереносимость лактозы, или просто человек только-только вот сел на какое-то здоровое питание, а вы ему дарите шоколад. То есть это такой подарок, но действительно бессмысленно немного. Если дарить шоколад, то это должен быть действительно хороший шоколад. Вот в Англии, я помню, тоже купила много шоколада без лактозы, очень вкусного, со всякими добавками интересными, типа соли, перец, лаванда, по-моему, роза, всякие такие интересные добавки, то есть сам шоколад красивый, интересный. И чувствуется, что это было куплено не просто так. Следующий, о, мягкие игрушки. Ведь их неспроста называют пылесборниками, то есть это действительно абсолютно бесполезные штуки, они могут быть маленькими, большими, то есть они даже не достойны быть дополнением к подарку. Ну, мне кажется, я даже глупость, я чувствую, говоря о них, потому что мне кажется, что их никто не так и не покупает, но просто я хотела кинуть это. Также у меня здесь списки духи, я бы еще добавила украшения, одежды, вот то, в чем ты не на 100% уверен. То, что ты просто думаешь, что, ну, этому человеку, наверное, будет приятно, ему, ну, ему понравится, он же что-то такое носит. Нет, просто я сама лично получала очень много того, что я просто ни разу не надевала, и я смотрела на это и понимала, что это просто занимает место. Я это никогда не надену, мне это не нравится, это абсолютно не мой стиль. Это просто, очевидно, было куплено без знания меня. И последнее, что у меня есть, это просто что-то, чтобы подарить. Если вы действительно плохо знаете человека, но вы хотите что-то подарить этому человеку и не хотите дарить какую-то фигню, я бы сделала что-то в этом роде. Я бы собрала универсальные подарки, типа чай, типа свечки, конкретно это просто подарок одного из вас, свечки, чай, какие-то, вот сюда можно как раз шоколад положить, но опять же какой-то хороший шоколад или хорошие конфеты. У меня здесь крем для тела, ну и дальше уже то, что направлено именно было на спа, но все это опять же в корзинке H&M Home, также можно и просто в коробке, просто я уже говорила, что вот эти конкретно корзинки H&M Home потом очень здорово использовать просто в доме. И это весь мой гид полноценный 2016 года, это было очень долгое видео, но я рада, что поделилась с вами своими идеями, я очень надеюсь, что они были вам полезны. И, конечно, я не могла оставить вас без конкурса. Если вы не из Петербурга, то это конкурс для вас, и если вы хотели попасть в Петербург, если вы хотите попасть в Петербург, я собрала для вас лучшие книги, лучшие гиды, тут карта, тут открытки, тут магнитик, все, что касается Петербурга, Новосад Стайл, гид по Петербургу, все это здесь. Так как людям не очень нравится, когда я просто говорю пишите что угодно, напишите, что вы будете дарить какому-то человеку в вашей жизни, что вы любите, в принципе, дарить, или что вы любите получать. Вот как я ограничу ваши сегодняшние комментарии. Да, но повторяю, что это только для людей не из Петербурга, потому что, потому что я хочу частичку Петербурга подарить кому-то, кто здесь не бывал, или кто хочет сюда попасть, так что да, ставьте комментарии, не забывайте свою ссылку указывать на инстаграм или вконтакте, чтобы я смогла быстро с вами связаться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было вам полезным и увидите завтра. Пока!